наверняка ты тоже задумался насколько удобно работать стоя сколько стоит стол с подъемным механизмом какие существуют тонкости при работе стоя как выбрать чем отличаются и на что обратить внимание это канал черник стайл здесь я стримлю и делюсь полезной информацией для геймеров сегодня поделюсь с вами двухлетним опытом используем стола с подъемным механизмом поэтому мне точно есть чем поделиться будет интересно ставьте лайк этому ролику подписывайтесь на канал а мы начинаем начнем с небольшой истории я также как и большинство людей с малых лет делал уроки играл а позже работал за столом сидя я не соблюдал правильное положение тела за столом и у меня появились проблемы со спиной постоянные мышечные боли в спине дикая усталость не давали мне заниматься моим любимым делом ютубом и в один прекрасный день я узнал что можно оказывается работать за столом стоя я начал искать информацию про столы с регулируемой высотой и насколько удобно работать стоя большинстве отзывов люди замечали что совмещая работу стоя и сидя у них уменьшались боли и пропадала усталость в мышцах спины как я выбирал подъемный механизм по мониторе в сайты с продажами столов с регулируемой высотой и остановился на компании эрго стол так как там были самые доступные цены и большой выбор различных рам с электромоторами а также у одного блогера я позаимствовал промокод на скидку 10 процентов делюсь с вами протеч 10 по выбирав я остановился на том что куплю раму с электроприводом а столешницу закажу у себя в городе цены на столешнице у производителей достаточно высокие также доосносить стол можно различными аксессуарами в виде беспроводных зарядок кабель каналов крепление системного блока и так далее я долго выбирал раму сначала просто ориентируясь на цены хотел купить самый дорогой с двумя электромоторами и с возможностью установить столешницу до трех метров в ширину но потом остыл и все взвесил мне нужна была рама которая сможет разместить на себе столешницу для трех мониторов подымающаяся на максимально большую высоту так как мой рост 187 сантиметров устойчивая рама на больших широких ножках чтобы верхнем положении она не шаталась поискав еще немного я остановился на модели старт а3 в описании рамы была такая информация рама регулируется от 70 до 118 сантиметров по высоте рама раздвигается от 100 до 150 сантиметров за счет чего длина стола может достигать до 190 сантиметров и и грузоподъемность составляет 80 килограмм данные характеристики как раз соответствует тем параметрам которые я искал обошлась рама с доставкой скидки 10 процентов 24 тысячи рублей на тот момент на данный момент на сайте доставка бесплатная но цены уже солидно возросли и данная рама продается на сайте уже от 30 тысяч рублей раму мне отправили через два дня а пока она шла я заказал себе столешницу без выреза так как на предыдущем столе у меня был вырез и мне было неудобно пользоваться в играх клавиатуры потому что я держал его за себя полубоком и она постоянно проваливалась в этот вырез плюс я постоянно опирался локтями на края выреза тем самым сидел неправильно и сгорбившись я приобрел столешницу 170 на 90 сантиметров с высотой профиля 1 и 5 сантиметра изначально я хотел чтобы высота профиля столешницы было трех сантиметров но на тот момент ничего не нашел а ждать не хотелось очень сильно переживал что крепление мониторов будет плохо держаться на такой тонкой столешнице через три дня раму доставили я приступил к сборке сборка довольно проста все делается по инструкции но желательно чтобы у вас был помощник все оборудование отлично уместилась на столе кронштейны для мониторов отлично закрепились на столешнице и все опасения по поводу маленькой толщины развеялись позже я докупил 3 монитор много дополнительного оборудования которое отлично умещается на просторной столешнице верхнем положении у стола есть небольшой ход и это нормально не переживайте критически не раскачивается также имеется пульт с помощью которого вы можете сохранять положение стола для того чтобы быстро опустить его и либо поднять на нужную вам высоту имеется четыре кнопки памяти также у стола есть функция защиты от придавливания чтобы не повредить ваше оборудование или еще что то что может оказаться под столом при его опускании если вас пугает куча проводов под столом можете приобрести кабель-канал и сложить него все необходимые провода и сетевые фильтры я же купил стяжки прикрепил их под столом и собрал туда все провода убрав их под столешницу будьте аккуратны с длиной проводов а то при подъеме порвете провода или повредите коннекторы проводов три года гарантии на стол от производителя вселяют доверие на механизмы а теперь про тонкости работы стоя и насколько это удобно для комфортной работы стоя вам потребуется коврик вы можете его приобрести на сайте производителя но цены там кусаются сразу говорю поэтому советую покупать все аксессуары на алике озоне вал берись и так далее благо там все есть и по цене в три-четыре раза дешевле сначала я решил не покупать его и сэкономил но после месяца работы стоя без коврика я почувствовал дискомфорт ногах начали болеть пятки после приобретения коврика боли сразу же пропали также рекомендую вам приобрести кронштейны для мониторов чтобы с легкостью регулировать их положение это поможет освободить пространство на вашей столешнице и шея скажет вам спасибо обратите внимание на то чтобы вы сильно не опирались на стол и не ложились на него конструкция этого не предусматривает к минусам я могу отнести то что работать за столом не так комфортно как сидя работа стоя это действительно работа как на кресле откинуться назад и почилить уже не получится поэтому работать по 8-10 часов стоя каждый день без дискомфорта не получится хотя я как-то провел 24 часовой стрим и чувствовал себя нормально поэтому рекомендую совмещать работу стоя и сидя а также делать перерывы на отдых из плюсов после работы стоя у меня действительно пропали боли в спине и улучшилось мое самочувствие появилось желание возвращаться компьютеру и продолжать свою работу за год использования данного стола я ни разу не пожалел о его приобретении хоть и дорого но это вложение в ваше здоровье спина вам обязательно скажет спасибо давайте перейдем теперь к столу это наверное вещь с помощью которой я вернулся в стрим надеюсь после просмотра данного ролика вы смогли определиться нужен ли вам стол с подъемным механизмом или нет и вы уже знаете как его выбрать дело осталось за малым а если вы любите игры и общение в прямом эфире то рекомендую подписаться на наш канал у нас здесь всегда интересно это был черник стайл до скорых встреч увидимся на стримах пока